Пока у меня все разобрано, хочу снять генератор. Я уже купил все необходимые детали для того, чтобы провести ревизию. И вот сейчас я его сниму и покажу, как это все легко, очень просто сделать. Для тех, кто не знает, где стоит аккумулятор на этих машинах, вот с Citroёn Jumper и Peugeot Boxer, он стоит вот под этой крышкой. Под этой крышкой будет еще одна крышка, но это у меня старая модель 2007 года. На старых, на новых машинах этой крышки уже может быть не быть. И вот так выглядит аккумулятор. В основном у всех машин, если здесь ничего не менено, здесь есть такой зажим, который отщелкивает, и у вас клемма снимается. Чтобы ослабить ремешок, нам нужно вставить обычный вороток, вот в этот квадратик, и надавить. Вот видите, у нас ремешок, это натяжник, и он отходит. И таким образом мы ослабляем ремешок. Все. Теперь откручиваем три болта, которые, собственно, не держат наш генератор. Генератор уже болтается. Сейчас я постепенно откручиваю эти болтики все, и вытащу генератор. Покажу вам. Верхник тоже открутил. Ну, и теперь снимаем вот так. Сюда радиатор я маленько отодвинул. Видите, можете посмотреть с подушкой. Потому что радиатор слишком близко стоит, и он мешает. О, наша машина. Вот так выглядит генератор, кто не знал. Чаще всего он... Слышите? Подшипник на нем. Кранты подшипнику. Чаще всего выходит из строя генератор из-за того, что на него попадает всякая грязь, масло. И у него выходят из строя подшипники. Плюс здесь еще токосъемные кольца. И сами щетки тоже выходят из-за этого из строя. Также вот эта мохта. Смотрите, какой люфт. Ладно. Вскрытие покажет. Так, раскручиваем. Генератор. Взял шуруповер, чтобы было побыстрее сегодня. Так, снимаем крышку. Буду менять только один подшипник, который задний. Передний подшипник поменять не получится. Все, вышел. Вот так. Зима, холодно. Сразу все остывает. Ответь, проводочек достал. Здесь точно так же надо сделать. Все, паял. Оба. Короче, маловато тут паяльник. Надо что-то помощнее брать. Потихонечку снимаем. Подцепляем. Снимаю. Вот так. Вот оно у нас вышло. Старые, старые, только съемные колечки. Снимаю. 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 Чтобы забить подшипник и не повредить его, подбирайте трубочку под диаметр подшипника, чтобы он по внутреннему обоему подходил и все, и забиваем. Устанавливаем крышку на место. Вот так. Вот так. Вот так. Проверяем. Ничего не задевает. Все нормально. Муфта должна срабатывать в обратную сторону. Вперед должна крутить. Все-таки она снимается. Видите? Типа крышечки. Вот такая вот. Ну и теперь вот здесь надо все нам почистить. И вот здесь мы видим вот здесь контакт один, вот второй. То есть вот это все, что спереди нам нужно почистить. вот типа как-то так. Вот здесь чуть-чуть надо почистить, и у нас эти щетки отсюда выпрыгнут. Вот. В принципе это все. Вот так. 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 И сегодня мы его с вами установим и проверим, работает он или нет. Ну а также измерим напряжение, что он нам выдаст. Все. Давайте. Погнали. Как легко и непринужденно разбирается данная машина, я вам показывал в предыдущем ролике, когда я менял термостат. Вернее корпус термостата. Вот так, что на этом я зацикливаться не буду. Тем более, что я ничего не собирал. Так чисто накинул сверху детали и все. Судя по тому, что я вижу на экране, вам практически ничего не будет видно. Все, что я делаю. Итак, генератор у нас, значит, держится на таких вот трех замечательных болтах. Но самое главное, самое интересное, его туда засовывать. Потому что когда я его вытаскивал, он очень туго у меня выходил. Сейчас попробуем теперь его обратно запихать. Если я его как-то вытащил, значит, я его смогу засунуть. Ставлю его примерно на свое место, вот где он должен стоять. Ну и пытаюсь наживить просто от руки. Все, формал резьбу. Я знаю, что есть автомобили, где генератор стоит с обратной стороны двигателя. Вот там целая, конечно, задница что-либо менять. Вся работа здесь сводится к тому, чтобы поставить генератор. Это просунуть генератор туда вот на свое место, да, поставить. Ну и закрутить три болта. То есть все. Больше ничего как бы и не надо. Потом просто накидываем ремешок. Идем, цепляем массу. Проверяем. Прикручиваем теперь провод. Вот здесь я его в сторонку отодвигал. Вот он. Здесь его видно. Видно, не видно. Вот так его ставим сюда. Ну и болтик на 13 здесь. Ну и гаечка на 13. Она с покрытием каким-то. Одеваем фишку. Вот еще фишка у нас на генераторе. Вставляем фишку, пока она не защелкнется. То есть там толкайте ее, пока не сработает собачка, которая не дает потом ей отщелкнуться. Ну в принципе все. Сейчас я залезу еще под машину, чтобы накинуть ремешок. Ну что, ремешок я поставил. Как его снимал, я его показывал. Так что ставить его точно так же, как и снимать. Ослабляйте натяжитель, ставите вручную ремешок и отпускайте. Все. Ну что, ни пуха ни пера, к черту. У нас не горит значок аккумулятора, значит зарядка идет. 14-45, 14-44, 14-45. Ставим корпус фильтра, подключаем его, подключаем все трубки. Ставим вот эту вот железяку, потом ставим пластиковую морду. И на пластиковую морду ставим уже радиаторную решетку. В принципе ничего сложного нет. Справится каждый, кто умеет держать инструмент. Ну что, народ, на этом я буду заканчивать данное видео. Кому было интересно, как обычно. Кому есть что сказать, пишите об этом в комментариях под видео. А у меня на сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok